В прошлой серии Спектра показала на что она способна против одного из лучших убийц в доте. Сегодня же мы приготовили ей новое испытание в виде зарубы против проигравшего Морти Найкса. Сможет ли Спектра одолеть его и будет ли это замкнутый круг? Все это вы узнаете прямо сейчас. Всем привет дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас новый выпуск в рубрике 1 на 1 на речке. И сегодня мы сражались с Найксом против Спектры. Видос получился очень сочным, не таким как прошлые были видосы. Но этот видос также заслуживает, друзья, лайка. Я думаю, спасибо вам, что ставите. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Те, кто конечно же не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропускать эти выпуски. Друзья, обязательно напишите, кого бы вы хотели Найксом увидеть в этой зарубе, друзья. Ну и что ж, не буду томить, друзья. Всем приятного просмотра и поехали! Всем привет, друзья! Что ж, сегодня очередной выпуск у нас. Сегодня мы, как вы поняли, уже видите, кого будем сражать. One by one и Антонио в студии! Ааааа, боже... Да, мы сегодня с Антонием, как обычно. Друзья, в общем, первая стадия. Посмотрим все же вообще по первой, по второй стадии, кто у нас из героев сильнее. Ну и что ж, поменьше болтовни, побольше дела. Да, Антоха? Все, поехали. Ты готов? Левел 11? Ты прописал все? Прокачал? Да, да, да. Готов? Выпускайте рачков, поехала. Вау, пошло дело. А можно молнии немного? Неу. Неу. Окей. Ну, как крепочка вообще. Вообще изи. Вообще изи. Ну, будем смотреть второй раунд, ребят, может что-то сейчас спектра пересоверет и посмотрим, что у нас будет дальше. Я, в принципе, так и думал, что это ранняя стадия, а в лейте, мне кажется, ты меня просто раком поставишь. Так, ну что, друзья? Антони у нас немного пересобрался на спеке, посмотри. Немного. Немного, да, я так понял, ты чисто на выживаемость, да, Си, сделал? Сейчас, по-моему, другой балаган будет. Да. Я думаю, что он не сильно что-то изменит, но я пока в мире попытаюсь. Да, это верно. Ну что ж, друзья, поехали, второй раунд. Выпускайте рачков. Поехал Антоха. Давай. Типа рэйдж переждать, да. Ну, кстати, неплохая идея. Промахи еще могут зарешать. Блин, ну я как ванды кидаю, сразу такой отхил. Ну, почти. Ну, намного лучше. Намного лучше, да, то есть я рэйдж пережидаю и уже... Ну, то есть ты рэйдж переждал уже и получается, что я начинаю с дисперсии хапать и со всего прям... А что если переждать рэйдж в лотаре? А что если? Ну, бери, но... Мне кажется, ты вообще наизащил с лотаром. Так, ну что, друзья, пересобрался у нас с Антонио. Посмотрите, купил дизарм, купил армалет. Я оставляю те же самые артефакты до смерти и посмотрим сейчас, что выйдет. Третий раунд, Антоха, ты готов? Готов. Выпускайте рачков. Поехала. Выпускайте рачков. Ля, уже вот тяжело, да, не попадаешь как-то. Сейчас дизарм будет. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Знаешь, что надо сделать? Вот так вот и побегать. Тогда у меня все получится. Сейчас рэйдж откатится. Я иду. Ля, пробуйки какие! Жесть! Четыре раза просто. Или пять, сколько промахнул. Да, неплохо. Неплохая драка. Я думаю, вам, ребят, тоже понравится. Это сработало. Ну что ж, я оставляю темы, наверное, неизменными. Или посмотрим сейчас, что. Поменяем и подеремся еще раз, друзья. Поехали. Так, ну что, друзья, у нас подходит сейчас четвертый раунд. Оставляем такие же артефакты. Мне интересно. То есть тут доля такая везение. Насколько сильно ему повезет на промахе. И как он переармлетит и тому подобное. И очень интересно будет сейчас посмотреть эту драку. Антоха, ты готов? Я готов. Четвертый раунд. Поехали. Выпускайте рачков. Вууу. Поехала. Вполне. Я просто по тебе не попадаю. Ты видел? Я раз сколько? Раз. Пять подряд не попал. Жесть. А я сейчас по-другому играл. Я армлет вообще не включал. Ну видишь, ты даже его можешь заменить. А вот какой жесткий дисбаланс на прошлую драку, как мы подрались, да? Да я... Блин, смотри. Я могу тебя просто выключить из драки на 3,5 секунды. Это понятно. При этом это противопад не дает статы и промахи. Ну что, друзья. Подходит у нас пятый раунд. Антоха, ты готов? Готов. Готов, Антоха. Да, мы пересобрались немного и поехали. Выпускайте рачков. Еее. Интересно, у тебя за рейдж солью? Мне кажется, нет. Оп, успел. Успел. Вот сейчас ты, мне кажется, с армлетом переиграешь просто эту драку. Да. Но мне не хватает все равно урона, чтобы слить тебя через МКБ. Жесть. Ну и даже не пока идешь особо. Только... Да. Лучше, а вот это на самом деле тяжелая вот эта тема, что дизарм купил и все. Найкс, типа, ну, не выживает ван-пай-ван. Я не знаю, о чем мне контрпикнуть. Сейчас тоже что-нибудь подумаем. Давай, дополнительный раунд в первой стадии. И посмотрим, что у нас получится. Так, ну что, друзья. Бонусный шестой раунд. Антонио. Такие айтемы. И я. Такие айтемы. Попробуем, посмотрим, что же у нас получится. Ну, по идее, с равными артефактами, как ты думаешь, что должно произойти? Ну, твои промахи не будут меня особо колышать из-за лейта. Ну да, но я смогу тебя так же дизармить. Так же немного поиграть с арбулетом. Ну что, выпускаем рачков? Давай. Поехали. Выпускай рачков. Let's go. Промахи, промахи, промахи. Сейчас рейдж уже будет. Это радует. А, видишь, я стал чуть плотнее. Уже начинаю тебя немного покусывать. Хорошо. Ну, видишь, уравнял, так сказать, артефактами шансы и вроде получилось. Я очень жирный и тебе тоже тяжело сливать. Да. Ну, жир победил. Жир победил. В общем, смотри, какие у нас тогда выводы ранней стадии? Ну, вообще, в среднем все равно на X они... В среднем, да. В ранней стадии на X будет... Он просто за рейдж способен ее слить, мне кажется, на ранней стадии игры. Но и в драках 1x1 вроде тоже у него такое небольшое преимущество имеется. Я тоже попробовал сделать такие артефакты. И действительно, это вроде как прокатило. Ну и что ж, будем переходить сейчас ко второй стадии лейт-драки. Поехали. Ну что, друзья. Первая драка сейчас будет лейт-стадии. У нас имеются тут такие артефакты на спектре и такие артефакты на найксе. Посмотрим, что у нас будет вообще тут происходить. Кто же действительно будет немного посильнее в лейт-гейме. Но мне кажется, вот это вот может очень сильно решить, что большое количество армора у Антохи... Муншард Антоха. Запиши еще. Муншард. Вот, напомнили. И 25-й левел, плюс А есть. У меня тоже плюс А есть. Ребят, стараемся ничего не упускать. Потому что вроде когда дерешься, стараешься уже за всем уследить. Но как бы все равно, вот видите, бывают такие моменты. Ну что ж, Антоха, ты готов? Первая драка. Первая драка лейт-гейма. Поехали, Антоха. Выпускайте рачков. Да, пошло дело. Ооо. Вот этот настоящий. Где настоящий? Я настоящего потерял. Я вообще контроль потерял. У меня, короче, на F1 тускар, который стоит на базе. У меня привычка через F1 клацать, короче, героя. Я нажимаю, и вообще у меня там герой, по-моему, потерялся. Тускара выбрал я. Что-то такое. Вообще бесячая тема. Ну давай еще один раз с такими же айтемами. Посмотрим, что будет. Ну такая себе драка, как обычно. Если я не налажаю, это не я. Поехали. Так, ну что, друзья. Вторая драка. Лейт-гейма. По артефактам ничего не поменялось. Сейчас попробуем нажать все правильно. Не переключиться на тускара, и будет все хорошо. Что, Антоха, ты готов? Готов. Второй раунд. Выпускайте рачков. Поехала. Хорошо. Да, душишь просто по-страшному. Жесть. Ты меня просто за дизалейт убиваешь. Таргет я потом теряю, и все. Да, ну как крипочка, походу, будешь убивать. Сейчас попробую что-нибудь пересобрать, и посмотрим, что у нас будет получаться. Третий раунд, друзья. Лейт-стадии. Но спектра что-то выносит. Хз, сейчас попробуем. Если не получится таким билдом убивать ее, то, скорее всего, будем менять билд на похожий. И будем смотреть, что будет получаться. Так, это у нас какой, Антоха, третий или четвертый? Третий. Третий раунд, ребятки. Выпускаем рачков. Поехали, Антоха. Поехала. Жесть, как же ты душишь. Ну, все, вижу. Давай. Ну, баш вылетел. Я бы, наверное, если бы еще одну тычку дал, то, мне кажется, я бы отхилился. Ну, я тоже неправильно сделал, что прожал Шиву после... Да-да-да-да-да-да-да, тоже, но видишь, тоже микро-моменты. Давай, еще один раунд такой же. Окей, друзья, четвертый раунд сейчас будет. И... Че, Антоха, прогнозы? Так, а чем у тебя изменилось? Ха, ничего. Ничего, не поменял? Попробую тебя попробовать слить как можно больше хп до манты. А там как пойдет. Давай, я тоже сейчас по-другому буду нафть их немного дать. Давай. Ну, блин, на самом деле, вот я смотрю, у него имеется бабочка, у меня имеется МКБ, то есть у него минус один артефакт. И он все равно доминирует. Ну, этот прям вот хрен его знает, как это назвать. Ну, че, поехали. Выпускаем рачков, Антоха. Йоу. Погнали. Опен волнды. Опа, вот он. Все, понял. Ну, мне кажется, шансы сейчас есть, а сейчас баши не пойдут. Ля, ну вот все, баш выходит, и ты меня просто за дизолейт убиваешь. А он не может не выйти. Скорость атаки нормальна, и, в принципе, что один баш стабильно выходит под высотой, а не те, что это нормально. Это ненормально. Так, ну что, друзья, пятый раунд. Лейт стадии, Найкс пока что вообще в нале, в тотальном, даже с контр-артефактом каким-то. Не знаю, я попробовал сейчас попробую вот так вот использовать моего героя, попробую отключить дизолейт, а на допе уже попробуем вообще через сервер сыграть, и посмотрим, что у нас выйдет. Че, Антоха, ты готов? Я готов. Выпускайте рачков, поехала. Ля, кто настоящий? Вот этот. Иди сюда. Ну, другое дело. Дизолейт че-то как-то сейчас ля пошло, пошло дело. Вот это вот. Ну, убейся ты. Жесть. Слушай, ну, с мантой я, походу... Вот, блин, ну что это такое? Ты понимаешь, что Буриза не помогает мне в драке 1 на 1? Мне помогла манта больше, чем Буриза. Ну, я на самом деле не удивлен. Ну, блин, ну это жесть. Какой же это жесткий контроль спектры тем, что у меня вот, ну, половина кнопок... То есть тут, понимаешь, я манта еще и время выигрываю, пока найти там кого-то, знаешь. Я молнии себе немного порасчищал, вижу, хп пропадает, и... Ну, вот, сейчас ты просто другой артефакт сделаешь вместо контр-артефакта. И все. И вся эта история закончится, потому что спектра, она действительно сильнее, чем Найкс, и это, в принципе, видно, я не знаю. Как бы, в ранней стадии Найкс ее может убить, но в лейте, по-моему, шансов очень мало. Ну, давайте сейчас дополнительный раунд сыграем, ребят, и посмотрим, что у нас с этого выйдет. Ну, давай попробуем так. Ребятки, доп. раунд. Попробуем с Антохой сразиться. Он купил все Этериал, чтобы переждать мой сатаник или что-то, что он хочет переждать. Сейчас посмотрим, и... Поехали. Выпускай дирочков. Блин. У меня герой идет, как обычно. Так, не души, дай манту создать. Ага, ты меня забашил под конец, я не дал. Так я обисал держал. А, ну ладно, ладно. Что, еще один доп возьмем? Давай. Давайте дополнительный второй. Ну так, друзья, следующий у нас доп раунд. Антоха, ты готов? Да, да, поехали. Поехали, выпускайте дирочков. Мне кажется, тут без шансов сейчас будет. А, ну я могу иллюзий, пока ты там поэтом. Душишь. Да, у меня тоже сатаник есть. Так, тогда мне нужно дубой кое-что. Ля, это уже начинает, да, жестко? Да, сейчас допами, походу, мы будем тут выяснять, кто сильнее рили. Ну, давай попробуем, потому что первую по ходу стадии мы как-то, что ли, приценивались. Сейчас давайте за рубу. Пошла за руба. Ох, друзья. Итак, еще один у нас дополнительный раунд. Это уже, по-моему, третий. Мы поменяли немного билды. И Антоха убрал контр-артефакт свой, который бабочка, да? У меня, то есть, было МКБ. Он бабочку выкинул. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Выпускайте дирочку. Поехали. Так, не души. Саманта поехала. Хорошо. Давай, 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 работай. Жестко. Слушай, ну, получается, я одной мантой начал тебя выигрывать. Это какой-то бред. Еще доп. Ну, давай тогда тоже попробуем взять мионер против этой манты. Давайте попробуем. Итак, друзья, еще один дополнительный раунд у нас пошел. Антоха, ты готов? Такой собрал билд. Выпускайте рачков. Поехал, Антоха. Блин, тоже уже, уже чувствуется, что. Побисал. Мне с баши просто не вышел. Жесть. Ты манты? Подожди, манта плюс молния уравнял шансы, да? Ну, а у меня был, у меня был сатан и была, это, был башер. Я не мог тебя забашить уже, потому что с баши просто не вышел. Просто не дал нажать эти. Да, давай еще один раунд. Ну, давай. Давай, наверное, вот это крайнее уже. И пойдем без артефактов махаться. Правильно? Да. Камбэк из Риэл, да? Ты готов, Антоха? Да, поехали. Выпускайте рачков. Давай, давай. Работаем. Да я опять Тускара выбрал. Жесть, но у меня тут хп много еще. Все, бисал есть. Что происходит? Почему найкс выиграл сейчас опять? Еще один? Да, я даже не знаю, что еще предложить. Только хекс какой-нибудь. Ну, с хексом стопроцентно убьешь. Ты просто сунешь его именно в тайминг. Слушай, ну тогда нужно сделать выводы. Либо мы ошибались, что найкс убивает спик... Слушай, ну какой найкс в нормальной игре будет собирать ему манку? Давай будем серьезными парнями. Но мы же все равно, мы все равно выясняем просто, кто один на один. Да, я понимаю, но в теории, слушай, в начале спектра жестко доминировало. Я купил манту и молнии, и все. Где доминация? Почему сейчас я выигрываю чаще, чем выигрываешь ты? Потому что иллюзии мои не работают. А мои иллюзии намного профитнее, чем твои. Да, да, я так тоже считаю. То есть, получается, контр-артефакт против спектры, это ман. Получается так. Получается так. Так, хорошо, Антон. Но что у нас имеется по сеточке? Мы, наверное, после этих, после драки без артефактов, да, наверное, скажем уже. Поехали драться без артов сейчас? Как думаешь? Ну да, поехали. Поехали, драки без артефактов. Так, ну что, друзья, переходим мы уже к дракам без артефактов. Антоха, твои, так сказать, напутственные слова, кто победит? Тут, я думаю, спектры нет шансов. Почти. Ну, мне тоже кажется так, потому что Найксон любит плотненьких. У тебя, ну, будет работать дизалейт с иллюзией немного. Но поможет ли это? Давайте проверим. Безморно, это дизалейт, ну, не очень. Давай, посмотрим, Антоха. Выпускайте арчков. Поехала. Поехала. Мне кажется, переживу я все равно. Что за молния была? А что? Блин, на самом деле я удивлен, что я еще так доберусь. Почти, да? Почти убил. Слушай, ну тут знаешь, чем прикол? Ты после рейджа нажал, и дизалейтом мне просто выжигает задницу. Реально. И это очень заметно. Иллюзия очень сильно помогает, Антоха. Очень сильно. Давай, еще один раунд. Ну, круто, да? Почти спектра убивает. Ты готов? Да. Выпускайте арчков. Поехала. Если б я мог в твоего этого, в твою иллюзию залезть, было бы прикольно. Блин, как же хп уходит, ты посмотри на это. Почти убил сейчас, Антон. Ну, мне кажется, одной тычки еще надо было, то есть две тычки надо было еще, да? Мне кажется, одну. Давай еще один раунд. Третий. Дополнительный. Без артефактов, да? Не дополнительный, я говорю, третий раунд уже запутался. Шан, Тон, ты готов? Готов. Выпускайте арчков. Поехала. Руна не брать. Блин, ну вот когда у тебя фулл хп, я прям чувствую себя уверенно. Вот вообще баланс, знаешь, такой. Под конец решил нажать. А вот сейчас шанс у тебя, мне кажется. Больше. Ну, рейдж. Все равно, да? Ну, почти все равно. Один и тот же результат. Чуть-чуть, да? Вот одной тычечки не хватает. Но и тем не менее. Слушай, ну получается так, что Найкс, он получается, что он в любом случае выигрывает, да? Без артефактов, это видно. С артефактами, какой мы вывод делаем? В лейт стадии, что Найкс имеет у нас? С артефактами, вывод таков, что если Найкс один, а без союзников, то он проигрывает по-любому. То есть без манты. Мне тоже кажется, что нормальный Найкс манту собирать не будет, и он в спектре все же проиграет, друзья. Несмотря на то, что она очень сильный и жирный герой, Найкс ей проиграет. На ранней стадии Найкс ее также с артефактами может убить. Но, манты на спектре и нету Найкса. Получается так, Антох, вер? Все верно. Но в то же время и Найкс тоже ее может законтать неумером. Да, то же тут такая двоякая тема, но в любом случае, по галочке у нас Найкс все же выигрывает в спектру, правильно? Ну, в среднем, да. Один на один, да, выигрывает. В среднем, да. И получается у нас круговоротик, да? Получается круговоротик. Тут кто сильнее против одного, слабее против другого, в том, где ее интересен. В этом-то интерес, друзья. В общем, вот у нас вот такой вот, ребят, выпуск получился. Обязательно напишите комментарий, кого вы считаете все же посильнее. И обязательно напишите, кого вы хотите увидеть в Некстовой такой зарубе. Мне кажется, сегодня было очень много заруб, и за такое поставить лайк можно, ребят. Спасибо, что поддерживаете, ставите лайки и смотрите Ксеназуса, друзья. В общем, Антох, спасибо тебе. Пожалуйста, обращайся. Будем писать для вас новый контент, друзья. И на Некст мы будем уже предоставлять другие герои, друзья. Всем спасибо, и до скорого. Всем пока. Меня! Ты увидел, что у меня сейчас Найкс сделал? Короче, я направляю на речку. Найкс бежит. Я тебе потом видос пришлю, короче. Он бежит у меня. Что за молния была? А что?